Музыка Горожане, жители Киева, гости столицы и коммунисты, простые рядовые коммунисты Мы собрались сегодня перед киевской мэрией для того, чтобы выразить свой категорический протест против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги Я коренная киевлянка, живем в центре города, позор, парадные не боятся, не убираются, лифты не работают, лифт, как бы переговоры отлично устроил, не работает Если человек застроен, он теряет сознание, падает в лифте и еще неизвестно о том, что мы платим Значит, на всей домовой территории, которой я лично плачу, так как все другие, 81 гривну стоят все чужие машины Они приезжают, останавливаются возле дома всю, заполонят нашу площадку, с парадного выйти нельзя А сами идут себе работать на свои учреждения, предприятия, свои офисы Когда приходишь и говоришь уже, за что я плачу деньги, за придомовую территорию, где она, расскажите, где эта придомовая территория, почему стоят на ней машины А мне говорят, что там убирает дворник, а как же можно убирать дворник на придомовой территории, если они с 6 утра уже ставят свои машины Понимаете, что творится? За что мы плачем? Это так каждый, только я, это все должны ответить, это просто безобразие, это беспредел, это издевательство над нашим народом Надо прекратить это все, пожалуйста Мы столько не ходим, не жалуем, ничего никто не слушает У нас стоят три гостинки на подъездной улице, 37 и наш 374 квартиры Одни машины стоят, где-то при территории, посчитайте, сколько мы стоим, мы за каждый метр стоим, за каждый метр Значит, что произошло у нас еще в доме, что творит ЖЭП? ЖЭП два года назад на Хралько 7 во дворе разрешил в жилом доме, который построен где-то в 1953 году, весь в Трещинах В жилом доме разрешил организовать сигарный клуб Что они делают? Они 28 октября 2009 года установили незаконное вытяжное устройство Трубы провели под домом, под окнами, прямо на улице Когда мы обратились в ЖЭП, что случилось? Почему? Кто дал разрешение? Никто ничего не знает Жильцы собрали все подписи, послали во все инстанции, в Санкт-Петербург, в Горсовет Ну все, что только можно Все ответили, что это незаконно Два года прошло, до сих пор ЖЭП подает в суд ЖЭП подает в суд, они сами разрешили, а теперь в суд подали Подал в суд, три раза уже отменяется судебное заседание Они приносят все время какие-то документы, эти сигарщики Ну вы спорточку не могут Банда на банде, бандой погоняет Детям, дышать нечем Мы вызывали, у нас вся документация есть, суд подали Три раза отменяется суд Что я представляю? Первому секретарю Киевского горкома Компартии Украины Товарищу Канданскому Александру Леонидовичу Товарищи, мы все собрались здесь возле здания Киевской администрации, чтобы выразить свое несогласие с той тарифной политикой, которая в последнее время обрушилась на нас, киевлян Что нас ожидает в этом году? Судя по официальным публикациям в прессе, в помещении пошли в два раза квартплаты Повышение до 35% стоимости энергоносителей Руководители Киева нам объясняют, что это еще не предел А ведь это происходит уже не первый год Может быть при этом повышение состояния наших домов и дворов вышло на европейский уровень? Нет Вопрос об этом по-прежнему нигде не оговаривается По-прежнему наши дворы зияют дырами в асфальте, этими темными пятнами капитализма По-прежнему из земли бьют фонтаны горячей и холодной воды По-прежнему ломаются лифты и не ремонтируются подъезды Отдельный разговор о тарифах на электроэнергии и газ Кто выигрывает от их повышения? Сверхприбыли получат энергокомпании Которые практически повсеместно все приватизированы Товарищи, слово представляется представителем ветеранской организации Новикову 20 лет рабской жизни Вдумайтесь, пожалуйста 20 лет мучений и страданий Бесконечных И причем впереди нет ни единого просвета До тех пор, пока мы решаем эти частные вопросы Жилищные, медикаменты, лечение, образование, коммунальные услуги и так далее Мы, если будем постоянно говорить об этих вот частных вопросах То мы никогда, ничего, никогда не добьемся Владимир Ильич Ленин говорил, что нужно решать кардинальные вопросы И каждый раз, если мы будем говорить о мелких вопросах Мы будем обязательно упираться в эти кардинальные вопросы А эти кардинальные вопросы стоят в том Что нужно добиваться власти трудящихся тем, кто своим мудрым умом Тем, кто своими золотыми руками создает материальные и духовные богатства 20 лет назад нам навязали капитализм Что мы увидели от этого капитализма? Ничего А ведь это мировая проблема Мировая проблема Посмотрите, пожалуйста, более 40 государств голодают Миллиарды голодают И вот эти миллиарды, наконец, поднимаются Ближний Восток Поднимаются миллионы До тех пор, пока на улицы не выйдут Десятки, сотни тысяч До тех пор мы будем вечно страдать, мучиться И терпеть унижение от этой власти Товарищи, слово представляется председателю союза рабочих Запад направил сюда, на Украину И здесь и комиссары ездили уже 20 лет И продолжают ездить И это окончательно захватит территорию Украины Наши Черноземья Второе То, что цены сегодня поднимают И здесь правильно товарищи выступали Что атомная электроэнергия стоит 4 копейки Теплоэнергия 6 копеек Да А они нам продают И говорят выплатить по 20-24 копейки На предприятия по 60-65 копеек Западу продают электроэнергию 10-15 копеек То есть продукция Запада будет конкурентоспособней Нашей украинской И будут уничтожаться наши предприятия Понимаете, продают нашу электроэнергию по дешевке Чтобы уничтожать наши предприятия и рабочие места А соответственно и возможность кормить свои семьи И платить за те же коммунальные услуги То есть они запланировали сегодня Как говорят платить уже мы должны будем платить по 800-900 В апреле месяце будем по 1700-2000 А к концу года на сентябрь-октябрь месяц Они планируют еще раз поднять То есть будем платить как Европа платит Платят 4-3 тысячи гривен не меньше Это только первые ростки Вы поймите, что они просто нас добьют Поэтому мы говорим Вставайте, идите Не дайте возможность приватизировать ЖЖК Почему? Потому что уже сегодня ЖЖКам дается право устанавливать дополнительно 6-10% Что платило население Киева А когда будут частные ЖЖКи Они будут устанавливать все цены свои Не спрашивают там Киевсовет или другие организации правительства Они будут самостоятельно устанавливать цены по максимуму Потому что они будут прибыль себе делать карман Брите под контроль работу ЖЖКов и спрашивайте Куда деваются деньги Слово для защитки результата митинга представляется сектору Киевской группы партии Не более Новослава Сергеевича Мы, члены Киевской городской организации Компартии Украины И ветераны города-героя Киева Выражаем свое негодование и протест По поводу очередного повышения цены дарифов на коммунальные услуги Мы рассматриваем этот факт как доказательство продолжающегося наступления власти на права простых киевлян Этим и последующими повышениями цены дарифов власть делает социально незащищенными подавляющее большинство жителей Киева Ведь наряду с ценами на коммуналку растут цены на продукты питания и предметы первой необходимости И уже никакие львоты не смогут смягчить остроту обмещания простых людей Коммунисты есть последовательные противники роста тарифовых цен При коммунистах либо цены оставались неизменными, либо снижались Даже в голодном, послевоенном 1947 году была проведена экономическая реформа Позволившая отменить карточную систему и уж значительно улучшить жизнь простых людей А проводимая ныне в Украине под диктовку Международного валютного фонда политика Ничто иное, как циничное перекладывание экономических проблем государства на плечи рядовых граждан Мы не приемлем эту политику В таких сложных социально-экономических условиях представители божественно-социалистических сил Любой цедой пытаются еще протащить постановление о перевиновании киевских улиц Названия которых связаны с советской эпохой В средствах массовой информации прошло сообщение о попытке переименовать около 200 киевских улиц Все глубоко символично Уходят советскую эпоху, на смену приходит обмещание трудящихся масс От имени трудящихся столицы Украины мы требуем от городской власти Первое. Наложить мораторий на повышение цены тарифов на коммунальные услуги Отменить навязанную МВФ практику начисления пени Второе. Провести аудит предприятий ЖКХ на предмет реальной себестоимости услуг ЖКХ Обеспечить четкую взаимосвязь между стоимостью и качеством предоставляемых услуг Мы участники акции заявляем, что мы против антинародных реформ Мы требуем справедливых и реальных тарифов на коммунальные услуги энергоносителей Мы заявляем, что никогда не уступим олигархическим планам И будем постоянно бороться за достойную жизнь киевлян Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok